Итак, давайте еще раз себе нарисуем эту картинку. Есть одно основание, есть другое основание, три столпа и там в Библии неправильный перевод. Это не цоколь, это фронтон. Цоколь это фундамент. Здесь Библия, здесь нужды или потребности. Вот этот столб, это у нас знания, мышление. Здесь чувства, отношения. А здесь рост в Христе. Да, очень важно. И все это в Духе Святом, который вокруг нас и вездесущий везде. Кто-то читал уже эту главу? Мышление. Что вы скажете интересное такое по этой теме? Как мы можем в нашем процессе образования развивать мышление? Не просто давать знания, как часто сейчас критикуют, не просто заваливать контентом, как вот сваливают с грузовика и чем больше, тем лучше, а развивать мышление человека. Отвечая на нужды, развивать его понимание. Он задавал такие крючковые вопросы, а как вы понимаете? А что вы скажете? Он развивал самого человека и его мышление. Когда мы преподаем, не просто сваливаете гору информации. Кстати, вчера в новостях наш президент сказал, что мы хотим как можно больше информации дать людям. Ну хорошо, конечно, но лучше развивать мышление. Можно завалить человек информацию, он тогда не выдержит. Есть пределы восприятия, к сожалению, человека. Можно задавать вопрос. Да. А для чего, что это мне даст? Для чего мне нужно любить своих врагов? Или это, задавать это, как я могу применить это в своей жизни? Да. Я, наверное, уже запрыгнул дальше. Основа нашего обучения какая должна быть? Библия. 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 И не просто замечательная книжка по, допустим, развитию брачных отношений или там по философии и так далее. Библия должна быть основой. Это надежная основа. Потому что книжки приходят и уходят. Мы можем использовать книжки как дополнительный учебный материал. Но только Библия. Почему Библия? Во многих церквах, которые выхолостились и перевратились в клубы по интересам, Библия стоит на третьем-четвертом месте. Она уже не интересна, она уже скучна. Это уже как бы пройденный этап. Они идут дальше. Почему для нас все-таки Библия в основе? Это истина. Это истина. Да. То, чему мы можем верить всегда. Оно никогда не подведет. Меняет жизнь. А? Меняет жизнь. Есть какая-то хорошая фраза такая о Библии? Слово Божие. Живо и действенно. Проникает. Разделение души и тела. Разделение души и тела, составов и мозгов. И судит во мышление и намерение сердечное. Это сила. Вы знаете, что? Для нас интересно, которые уже давно его изучают, оно становится каким-то уже, ну, само собой разумеющимся. А когда люди, когда был вот на этой конференции недавно, они впервые слышали какие-то стихии священного писания, я старался побольше их использовать в моем выступлении. Для них это было открытие. Это глоток свежего воздуха. Живительной воды. Используйте, посмотрите. Особенно для новых людей. Дай Бог, чтобы это всегда была живая вода к жизни. Слово Божие. Почему автор поставил потребности рядом с Библией? Не слизком ли много чести? Мы живем в потребности. Мы живем. Хочешь, не хочешь, но воплотить. Со мной имеем потребности, желания. От этого нам не уйти. Иначе было бы лучше умереть, чем избавиться от потребностей. Христос, когда учил, он отвечал на потребности? Он начинал с этого. Он видел нужду человека и отвечал на его нужду. Кому что надо было? Кому исцеление? Исцеление. Кому хлеб? Хлеб. Кому ободряющее слово ободряющее. Кому надо посетить? Посещал. И дальше рост этот человек. Оживал, расцветал. Нам иногда гораздо легче строго так высушенное, рафинированное знание в библейской представлять. И не касаться конкретных потребностей людей, потому что там запутаешься, там их много, кто их разберет и так далее. Но если мы не будем касаться потребностей, не будем отвечать на конкретные нужды людей сейчас, то мы не сможем достичь цели своего преподавания. Поэтому всегда смотрите, кто перед вами. Когда меня просят где-то выступить на каких-то конференциях здесь или в других странах, в первую очередь говорю, какая там будет аудитория. Кто это будет? В первую очередь мне это больше всего важно. Как построить свое выступление, чтобы оно соответствовало людям? Как можно больше надо знать об аудитории. А если у вас небольшая группа, узнавайте людей как можно ближе. Старайтесь, живите вместе с ними. Потребности. И отвечайте на их потребности. Растите вместе с ними. Ну и так далее. И тогда строить надо, как мы говорили, на развитии мышления человека. Чтобы он понимал. Чтобы даже если... Чтобы вы не... Помните, как апостол Павел, он со слезами молился. О тех, о других, о третьих. Сотового не было узнать, как вы там поживаете. Может быть, даже он думал, интересно, запомнили они то, что я им говорил или нет. Как они там. А у них вот такие, наверное, трудности. И вот, наверное, такие трудности. Он молился просто за них со слезами. Если мы научаем людей мыслить правильно, принимать решения правильные на основе Слова Божьего, отвечающие их потребностям, тогда мы можем меньше переживать. Конечно, мы будем переживать, но меньше. Потому что мы знаем, что они сами будут принимать сложные решения. Эмоции. Как мы относимся к эмоциям? Когда-то я учил, преподавал, учил, как проповедовать. И один брат прочитал книгу по проповеди. Написано было в 20-х годах. По-моему, еще для курсов прохановских. И там он так вот образно это все представил. Говорит проповедник, когда он проповедует, не должен чесаться, не должен там поправлять галстук, не должен удерживаться за кафедру, не должен как-то криво или неровно стоять. В общем, вести себя естественно. Он это так воспринял. Для начала 20-го века было естественно, чтобы проповедник меньше проявлял эмоции и меньше двигался. Сейчас культура наша меняется. И все меняется. Кто-то помнит еще новостные передачи начала 80-х годов. Как говорили дикторы. Правильно, хорошо, с хорошей интонацией, и раза в два медленнее, чем сейчас говорят дикторы. А сейчас они говорят так и так, они могут ошибаться, могут высказывать свои мнения, точки зрения. И интересен тот комментатор, который именно свою, может быть, даже острую точку зрения высказывает. Люди, которые смотрят телевидение 2-3 часа в день, что хотят видеть в церкви и в группе и так далее. Они воспитываются на этих современных формах. И если мы будем не догонять в этом смысле, то мы будем отставать действительно. Нам нужно идти вместе. Не надо уходить в сторону, не надо ходить с ума. Надо учитывать культуру. Я, допустим, видел, когда один западный автор, проповедник говорил, что мы стоим на Библии, положил Библию и стал на нее. Ну, в той культуре, наверное, это было приемлемо. В нашей культуре, наверное, все-таки нет. Это кощунство. Если сравнить с исламом, там не то, что встать на Библию, положить ее, даже не то, что на пол, на скамейку нельзя. Библия не должна, то есть не Библия, простите, а Коран не должен опускаться ниже пояса. А мы с вами контактим с восточными культурами. И они, если они видят, как они относятся к своей святой книге, что же это за люди? Их нужно исправлять, надо им ислам принести, чтобы они научились уважать ту книгу, в которую они верят. Поэтому надо учитывать и культуру, и особенности, и исторические, и временные особенности, и эмоции проявлять. Почему исторически в наших евангельских церквах старались зажимать эмоции? Знаете, что повлияло? Реформация и последующий век модернизма. В модернизме, бог модернизма – это знание. Поговорите с любимым ученым, и он вам скажет, что в моем научном исследовании должно быть вычищено быть все личное, если кто-то писал диссертацию, нигде не должно быть «я», все должно быть от третьего лица. Вся работа, все исследование должно исключать исследователя, убрать все эмоции, чистая информация, чистые знания. Представляете? И вот, когда евангельская церковь – продукт реформации, просвещения и модернизма стало широко расти, распространять знания, она замечательно отвечала на нужды людей. Людям не хватало знаний. И церкви давали эти знания, люди изголодались о знаниях. Это было замечательно, поэтому росли все евангельские церкви и многие конфессии. Но при этом, восприняв манеру подачи информации, они выхолощивали все эмоции, старались выхолощивать. Проповедник не должен говорить о себе, о Христе или о ком-то другом. И проповедник не должен быть слишком эмоциональным. Это та модель, которую мы восприняли, она вырабатывалась в предыдущие 4-3 века. И представьте себе, как должны были слушатели себя вести? Тихо, внимательно слушать и воспринимать. Микрофонов не было. Представьте себе, проповедует спержин в зале сельскохозяйственного собрания 20 тысяч человек без микрофона. Кто-то шарфнул ногой, слышно, кто-то чихнул. Дети где-то там чего-то не соображают, чего-то кричат, все слышат. Детей убрать, не мешать слушать. Чтобы все были как мышки. Нам важно, что он скажет. И тогда это было так. Сейчас у нас есть микрофоны. И сейчас постепенно мы оттаиваем и добавляем информацию, к информации добавляем еще свои эмоции. Мы живем в век постмодерна, где мы выражаем не только наши знания и информацию, мы выражаем и движения, поклоняемся Богу и чувствами, и движениями и так далее. Посмотрите на богослужение в православной церкви. Там поклоняются Богу только передачи информации. Там затрагиваются все чувства человека. И обоняние, и движение, и хор. Один поет, другой отвечает. И поклонение Богу и форме, и так далее. В поклонах. Служение православной церкви было формулировано в третьем-четвертых веках. Литургии особенно очень красивые. И тогда они затрагивали все чувства человека. В наших евангельских церквах мы часто затрагиваем в основном голову. Слава Богу, наша российская эмоциональность исправляла это сама собой. И у нас все-таки эмоции вырывались, прорывались и показывались. Слава Богу, что у нас певцы не только выходили на сцену и считали этот момент выхода на сцену потерянным временем, но хотя бы потом они хоть как-то сжатые нашими традициями, хоть как-то выражали свои эмоции. Мы потом будем с вами интересное, так сказать, соборное исследование делать о том, какие были формы поклонения и обучения в Ветхом Завете. Они были гораздо шире, чем то, что у нас. Поэтому очень важно выражать эмоции в том числе. Выражать себя. Христос выражал эмоции? Да. Выражал. Когда мы делим... Мы делимся самими собой. Мы делимся своим сердцем. Мы открываем себя, и нам обучающиеся открываются на встречу. В центре этого построения взаимоотношения. Почему они в центре? Вот у вас в книжках вы смотрите. Почему они в центре отношения? Потому что все обучение, помните, я говорил, происходит в отношении между собой, с Богом. И мы учимся в отношении. Отношения – это важнейшее. Особенно в нашей восточной славянской культуре особая роль идет отношения. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok